Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про самый большой фестиваль огней в Великобритании под названием «Люмьер Шоу». Этот фестиваль зародился в городе Даром, о котором я вам недавно рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике в 2009 году. И до сих пор он проходит в этом городе, а в 2016 году он впервые прошел в Лондоне. Мне удалось попасть на этот фестиваль. Каким он был в 2016 году, я вам сегодня расскажу и покажу. Огромное количество иллюминаций, световых инсталляций и различных перформансов было организовано в разных районах Центрального Лондона в честь вот этого фестиваля. И мы с подругой пошли наслаждаться современным искусством и смотреть эти перформансы. Самой главной визитной карточкой была подсветка вестминстерского аббатства. Вот как это выглядело, вам сейчас показываю. Очень красиво в мозаичном таком стиле было подсвечено это аббатство. Мне же очень запомнилась телефонная будка в виде аквариума, в котором плавали живые рыбы. Было очень холодно на тот момент и для меня до сих пор остается загадкой, как они там не заледенели. Ну, видимо, будка была с подогревом. Кроме того, цветные проекции были представлены на различных домах на улице Пикадилли и на Пикадилли-Сёкс. С какими-то музыкальными перформансами. Вот, допустим, один из них здание, на котором было представлено световое шоу. КОНЕЦ Кроме того, на Ориджин Стрит мы увидели вот такого слона, который куда-то шел и громко кричал. Огромное количество различных неоновых скульптур было представлено в витринах разных магазинов. Допустим, вот это вот бальное платье мы нашли как на Ориджин Стрит, так и в районе Кингс Кросс, там, где находится знаменитый вокзал. То есть, шоу проходило не только в Центральном районе, но и в районе Кингс Кросс, Фицеровия. И нам приходилось несколько дней бегать по этим районам, искать эти скульптуры. Была выдана специальная такая карта, где номерами обозначались различные объекты, которые были представлены на этом фестивале. И под каждым номером было описание, что это за объект, кто его автор и что он из себя представляет. Небольшая такая аннотация. На Пикадилли Стрит летали огромные рыбы. Цветные проекции превращали здания в различные картины. Некоторые скульптуры были как металлические, с подсветкой, так и неоновые. Например, лавочки, на которых мы фотографировались, или же собачки в витрине магазина на улице Странт. А также мне очень запомнилось музыкальное шоу на одном из зданий Риджин Стрит с различными человечками, которые куда-то спешили, что-то делали. В общем, целое такое шоу. Вот как это было, вам показываю сейчас. На Трафальгарской же площади были представлены буквы, точнее два слова, Central Point. Эти буквы были сняты с высотного здания в начале улицы New Oxford Street, который называется Central Point. Но мы там с подругой тоже пофотографировались. А в фонтанах на Трафальгарской площади плавало огромное количество пластмассовых бутылок. Вообще, надо сказать, что этот фестиваль выставлял много переработанного пластика с подсветкой и привлекал свое внимание к проблеме ресайкла, то есть переработки мусора. Про ресайкл в Англии я уже рассказывала. Если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Дальше мы пошли в район Kings Cross, где было представлено тоже несколько экспонатов. Например, вот такая вот разноцветная клетка, и где было написано Lumiere Festival. Ну, мы там с подругой тоже пофотографировались и направились уже на Гроссвеннер Square, то есть на площадь, где на здании представлялся целый спектакль под названием «Цирк». Вот как это было, вам показываю сейчас. КОНЕЦ ФИЛЬМА Attention! Attention! Here comes the fabulous, marvellous, brightest circus of all times. We have everything a circus can offer. An orchestra to follow, jugglers and affrobats, a cannonball man, magicians, clowns, and trapeze artists. Come and join us. The night of circus will dazzle generations to come. КОНЕЦ ФИЛЬМА ЧАПЛИЗГлА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА These trapeze birds don't sing, but they sure can swing. And after this heart-stopping moment without a fault, watch them ace, the triple diddly somersault. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Лестер-сквее Люмьер-фестиваль организовал целый сад. Различных чудаковатых цветов и деревьев мы ходили и наслаждались этими цветовыми инсталляциями. Также нам пришлось добраться аж до Warren Street, это район Фитцрови, о котором я до этого фестиваля вообще ничего не знала и не знала даже такого названия. Там тоже было несколько инсталляций, которые светились, как-то передвигались, какие-то кубы, шары. В общем, в тот год за три дня мы прошли все 50 инсталляций и пофтографировали, поснимали на видео. А в январе 2018 года Люмьер-фестиваль вновь повторился в Лондоне и проходил целых 4 дня. И все 4 дня мы с подругой также ходили прямо буквально с 6 часов вечера и до 12 часов ночи. Все насквозь промерзли, потому что было очень холодно. Ну, январь, наверное, можно считать самым холодным месяцем в Лондоне. Я нарядилась как капуста, несколько кофт и сверху еще пальто. И мы вот так вот ходили в день по району, изучали и смотрели новые световые инсталляции. Наше путешествие начиналось в центре города, на Лестер-скве. Был организован теперь уже сад различных животных. Лиса, зайцы, медведи, лягушки, панды. На Трафальгарской же площади в этот раз расположилась инсталляция в виде огромного количества белых воздушных шариков, которые зажигались подсветкой под определенные звуки. Я это тоже поснимала. Вот как это выглядело, вам показываю сейчас. На Риджан-стрит был представлен перформанс в виде летающих каких-то орлов. Мы там тоже немножечко понаслаждались. И направились на Пикадилли Сёкс, где на фоне одного из зданий было представлено музыкальное шоу. Вот как это выглядело, тоже вам сейчас покажу. Дальше мы пошли на Пикадилли Стрит, где люди с зонтиками представляли какой-то танец. И я там среди этих танцоров проходила с камерой и всё это снимала на видео. А на Оксфорд Сокус все вот эти вот четыре дома, которые являются одной из визитных карточек Лондона, были раскрашены в разноцветные огни, и их расцветка постоянно менялась. В один из дней мы посетили, опять же таки, King's Cross. Там было представлено огромное количество интерактивных арт-объектов, с которыми можно было как-то взаимодействовать. Например, на фоне разноцветной стены можно было сфотографироваться вот так, как мы с подругой сделали, и мы оказались раскрашенными неоновыми цветами. Кроме того, можно было взаимодействовать со звуковой неоновой волной, которая светилась в темноте и меняла свои конструкции, и можно было её потрогать. И в вибрации некого музыкального фона ощутить вот эти вот потусторонние, можно сказать, звуки и параллельную, наверное, жизнь, которая проходит в пространстве вокруг нас. Мы это часто не замечаем, но природа существует и взаимодействует вместе с нами в виде звуков, в виде света. В общем, этот фестиваль как-то привнёс в моё сознание ощущение пространства, звуков, световых каких-то моментов, которые мы не замечаем в повседневной жизни. И вот именно этими инсталляциями можно было как-то прочувствовать это. Там же в тёмном помещении огромная толпа собралась на представление световых нитей, которые организовывались в какие-то геометрические фигуры. Я даже не могу представить, из чего это всё сделано и как это сделано, но получалось так, что над тобой при помощи света и каких-то ниточек, или это была вода, что-то рисовалось, и всё преображалось в какие-то новые фигуры. Это просто завораживало меня. Вот как это выглядело. Смотрите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также мы нашли вот такое вот огромное поле, ну, я бы сказала, тюльпанов, ну, в общем, какие-то сказочные цветы, которые постоянно подсвечивались разными красками. И там была организована дорожка, и толпа проходила между этими тюльпанами и фотографировалась. Мы тоже сделали несколько кадров и дошли до следующего объекта, где были представлены разноцветные лейки. Потом мы нашли вот такие вот огромные лампы вдоль всей площади. Огромное количество различных ярких красок было представлено в Лондоне, как и в Саутбанке, на следующий день мы там гуляли, так и в Вестминстерское аббатство, опять же-таки, подсвечивалось уже другими световыми инсталляциями. И много-много-много всего мы нашли и сняли за эти четыре дня в 2018 году. В 2019 году «Люмьер-фестиваль» должен был проходить в ноябре месяце, но я уже окончила свой второй университет и уехала домой в июле. Не знаю, проходил он или нет, вроде бы подруга писала, что да, проходил, но нигде я не нашла этой информации. Но зато в 2019 году нам удалось попасть именно вот в этот вот первоисточник, где зародился этот фестиваль «Город Даром», и именно там мы нашли другой фестиваль «Лёд и пламя», о котором я вам тоже уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике, где были представлены ледяные скульптуры различных героев и злодеев современных фильмов на фоне огненных шоу. Вот пока и всё, что я хотела рассказать о таком замечательном фестивале под названием «Люмьер». Не знаю, будет ли он ещё проходить в Лондоне, но точно знаю, что в ноябре 2023 года он будет проходить в городе Даром. Если кто хочет посмотреть, что это такое, приезжайте в Англию и наслаждайтесь этим шоу. Пока на этом всё, не прощаюсь с вами, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok